Итак, мы продолжаем. Следующий спикер из Дании. Мне очень приятно представить своего коллегу. Мы вместе работаем в сети EDN, Европейская Документальная Сеть, в Копенгагене. Настало время сказать, что EDN – это европейская сеть, европейская организация, которая базируется в Копенгагене, но работает по всей Европе, и не только в Европе. Санимается развитием документальной киноиндустрии. И Ова и я здесь целых два дня, поэтому мы будем очень рады поговорить с вами и во время перерывов, и во время обеда, и рассказать вам по поводу EDN. Но сейчас мы поговорим о краудфандинге. Микель уже сказал, что меня зовут Ове, я работаю на Европейской Документальной Сеть, EDN. Мы организуем очень много семинаров, не только в Европе, но и по всему миру. Очень важная вещь для документалистов – это работать вместе, собираться, вот как сегодня собрались на конференции, для того, чтобы поговорить о будущем нашей киноиндустрии, поговорить о том, как мы работаем. Прежде всего, хочу поблагодарить Людмилу за то, что организовала такое замечательное событие. Давайте похлопаем. Меня попросили поговорить о краудфандинге. Это одно из новых понятий в документальном кинематографе. Как я понимаю краудфандинг. Я также поговорю о том, как краудфандинг понимает сеть EDN. У нас порядка тысячи членов в организации EDN. Я поговорил со многими из них и задал вопрос, что вы думаете, собственно говоря, о краудфандинге. К этому я сегодня еще вернусь, потому что у нас будут определенные кейс-стадии. Итак, в следующие 20 минут я хочу поговорить еще раз о том, что представляет из себя краудфандинга. Поговорю о конкретных платформах, о конкретных возможностях в этой области, а также разберу несколько конкретных примеров. Таким образом, мы сможем понять, как краудфандинг работает. Итак, очень важно для понимания момент. Следующий, краудфандинг, это, конечно, очень популярное слово. То есть вы понимаете, что краудфандинг – это не старичок с трубкой. Но вместе с тем, краудфандинг – это не нечто новое, а это феномен, который существовал довольно давно. Ну вот, например, когда мы находим финансирование, какие-то дотации для нашего искусства, для фильмов, это вовсе не новое. Перед вами на фотографии очень известный деятель культуры Дании. Занимался краудфандингом еще когда был юным, когда ему было 22 года. То бишь, тогда он был гораздо более юным, чем старичок на фотографии. Итак, ему было 22 года, и он хотел отправиться в Париж и изучать живопись. А жил он в датской деревне, поэтому для него было очень сложно взять и поехать в Париж. Он вышел в контакт с различными людьми, которые его окружали, и просил их о том, чтобы они собирали деньги. Тогда он смог купить скутер и поехать в Париж. Он собрал довольно много денег для того времени и смог поехать в Париж. Это всего лишь один пример краудфандинга. Все это произошло в 1936 году. Конечно, он отправился просить людей, которых он уже знал заранее. Но, может быть, эти люди были близки ему. А вот что такое краудфандинг сегодня. Это усилие создателей проекта, направленное на то, чтобы обеспечить финансирование проекта. Но я считаю, что и в 1936 году, и на сегодняшний день, краудфандинг работает одинаково, потому что это один и тот же метод. То есть, конечно, мир изменился, и появляются новые платформы, новые механизмы создания фильмов. Но фильмы все равно продолжают создаваться. Так и краудфандинг существовал всегда, но сейчас просто появились новые механизмы, как-то вы можете осуществлять краудфандинг сети интернет, например, и просить о дотациях совершенно по-другому. То есть сейчас очень важно компании, которые организуются в сети интернет. Речь идет о конкретном проекте, о конкретном временных рамках проекта, о конкретной цели. Вот о чем нужно помнить, когда мы занимаемся краудфандингом в режиме онлайн. В 1936 году модель была похожей, когда людям удаются их компании по краудфандингу. Это значит, что их проекты конкретные, проекты, которые они просят денег. У них очень четкие временные рамки, рамки конкретного проекта. У них очень четкие и ясные цели, которые объясняют, зачем им деньги. А также у них есть более мелкие цели, которые объясняют, чего люди добьются с помощью этого проекта. Этот механизм работает и по сей день. Вот что поменялось в краудфандинге. В 1936 году можно было стучать в двери и просить у соседей денег. Сейчас мы, кажется, немножко по-другому подходим к людям, нежели стучим в двери. Конечно же, мы общаемся посредством сети интернет. Мы пишем краткое содержание проекта. Может быть, присылаем также краткое видео. Может быть, мы объясняем, какие будут плюсы, если проект будет профинансирован. Это очень важно для людей, если они выделяют деньги на ваш проект. Я к этому еще вернусь сегодня. И так, повторюсь, что надо быть очень четким и предельно ясным, когда вы чего-то просите. И вот здесь по поводу четкой ясности есть краудфандинг, есть краудсорсинг. По поводу краудфандинга вы четко просите денег для вашего проекта. А краудсорсинг – это когда вы просите любой поддержки, не обязательно деньги. К этому я тоже сегодня вернусь. Об этом сегодня Аника тоже немножечко говорила. Самое важное в краудфандинге – это найти своих зрителей и слушателей. То есть найти, где они находятся. Это самые основополагающие элементы, касающиеся краудфандинга. Итак, механизмы краудфандинга. Я уверен, что вы о них уже знаете. Существует огромное количество платформ и веб-сайтов, которым можно прибегнуть для того, чтобы осуществлять краудфандинг. Два сайта, которые, пожалуй, самые главные платформы для краудфандинга. Во-первых, это Kickstarter, а во-вторых, Indiegogo. Есть еще несколько, которые у меня написаны на третьей строчке, и они более мелкие, но я к ним еще вернусь. Итак, Kickstarter. На сайт сможете выйти и сами без меня, поэтому сайт я вам сейчас не покажу. Итак, Kickstarter – это американский сайт, который посвящен краудфандингу. Можете искать финансирование для разного рода креативных проектов. Перед вами на экране находится статистика. Таким образом, вам видно, сколько денег задействовано, какое количество человек осуществило дотации. Итак, мы видим, 44% всех проектов достигли своих целей. Финансовые цели, которые составитель проекта изначально для себя поставил, достигнуты были в 44 случаях. По поводу Kickstarter хочу сказать вот что. Финансирование основано на принципе «все или ничего». Когда вы запускаете проект, у него есть четкая цель. Цель – это может быть, например, 10 тысяч долларов. Если вы своей цели не достигли, вы вообще денег не получите. Это очень важно для людей, которые осуществляют дотации. Это значит, если у вас нет всего количества денег, то вы не сможете достигнуть свою цель. Поэтому даже если вы получили частичное финансирование, его у вас просто заберут, потому что вам нужно полностью достичь цели. Итак, если цель не достигнута, деньги забирают обратно. Конечно, это не бесплатный проект. Взимается 5% комиссия. Из ваших дотаций, если вам удастся достичь цели, вам придется уплатить 5% Kickstarter. За то, что эта платформа вообще существует для вас. Ну, соответственно, если вы цели не достигнете, денег у вас не будет, поэтому вы, конечно, не платите 5%. Вот о чем нужно помнить, если вы будете использовать Kickstarter. Это американская компания. Поэтому у вас должен быть счет в банке, либо американский, либо британский, либо канадский. Это может быть проблемой для некоторых людей. Если у вас нет, скажем, друзей или поддержки в Штатах, то тогда вы просто не сможете воспользоваться Kickstarter в Штатах, в Великобритании или в Канаде. Я знаю, что создатели вот этой компании, вот этой платформы, работают над тем, чтобы изменить это условие. Ну, может быть, российские банки будут включены, как следующий шаг. Следующая платформа называется Indiegogo. Начала свое функционирование в 2008 году. Это изначально была платформа для краудфандинга. Этой платформой пользовались люди, которые снимали кино, и не могли найти финансирование. Итак, в 2008 году начало свое существование Indiegogo. С 2009 года это является платформой, которая финансирует разного рода креативные проекты. И есть две модели. Неограниченное финансирование и фиксированное финансирование. Фиксированное финансирование – это то же самое, о чем мы только что говорили. Если вы достигаете своей цели, то вы получаете деньги. Если цели не достигаете, то вам вообще никаких денег не дают. Другая модель финансирования, более гибкая. Здесь вы получаете деньги, финансирование, даже в том случае, если вы не достигли своей цели. Это не очень хорошо для тех, кто спонсирует проект. Например, если вы 10 тысяч долларов не получили, а это была вашей целью, а получили только 5 тысяч долларов, то тогда у тех, кто дает деньги, появляется чувство нестабильности, потому что сможете ли вы довести до конца проект, если получили только 5 тысяч долларов. Но это преимущество и недостатки разного типа разных моделей – гибкой и фиксированной. 4% вы платите комиссию в том случае, если цель достигнута, и 9% комиссии, если цель не достигнута. Но здесь вот очень простое требование в плане банковского счета. Должен быть просто какой-то банковский счет. Есть ли ко мне какой-нибудь вопрос пока? Я уже сказал, что есть и другие платформы, кроме вот этих двух. Они, конечно, отличаются друг от друга. Kickstarter и Indiegogo – это замечательные платформы для поиска финансирования. Есть еще другие платформы, где вы просите об инвестициях в свой проект. Это также может быть хорошо для креативных документальных фильмов. То есть платформы все разные. Kickstarter и Google – вы можете просто явиться и представить свою компанию. По поводу других платформ. Они могут занять больше времени по работе с вашим проектом, но, с другой стороны, может быть, вам легче будет с ними работать. То есть вам нужно изучить все эти платформы и решить, какая больше подходит для вашей деятельности. Итак, сейчас кейс-стадии. Определенные примеры, которые я хочу привести. Вот этот случай я конкретно разбирал с некоторыми членами EDN. Вообще, я сегодня выбрал 4 определенных случая, которые хочу вам представить. Это пример американского кинематографиста, греческого происхождения. Сейчас этот кинематографист находится в Греции, в Афинах. Фильм о девочках, которые в 1962 году сбежали от родителей и решили основать дом для детей в Греции. И с 60-х годов по сегодняшнее время они вот этот дом, детский дом поддерживают в Афинах. Конечно, необходимо было найти деньги для того, чтобы создать фильм. Они провели компанию. Компанию они организовывали в течение одного месяца. Я считаю, что довольно мало времени для компании. В целях было 45 тысяч американских долларов. То есть, у них была конкретная цель. Они просили конкретной суммы денег для того, чтобы снять фильм. На компанию был отведен один месяц. 45 тысяч долларов в цель. Они начали свою работу, подготовили огромное количество материалов. У них было и видео, в котором они просили о дотациях, объясняли все о своем фильме, объясняли, о чем этот фильм. Важно, что они были очень четко и ясно заявляли, зачем им деньги, на что эти деньги пойдут. Они подготовили, повторюсь, огромное количество материала заблаговременно. Взяли себе двух стажеров, чтобы помогали им с компанией. Эти стажеры обратились к разным порталам, к Фейсбуку, к Твиттеру. Эти стажеры готовились к компании два месяца. То бишь, довольно долго. Им удалось найти 5 тысяч непосредственных контактов, то бишь, людей, которые были заинтересованы в этом фильме. И, в первую очередь, конечно, это были греки, кто откликнулся на проект вот этого фильма. Но также были американцы. Потому что в Америке ведь есть огромная греческая община, которые откликнулись на эту просьбу. Каждый день они проверяли количество своих контактов. 139 пользователей поддержали их компанию. Так, я уже говорил, что все началось с 5 тысяч контактов, и в итоге 139 человек поддержали компанию. Я не зря вам привожу эти цифры. Это показывает о том, насколько вы должны быть активными, когда ищете финансирование. Тот, кто поддерживает вас, это человек, который выделяет вам какое-то количество денег во время вашей компании. В итоге они собрали 46 117 американских долларов. То есть получается, что в среднем 331 доллара и 78 американских центов с каждого человека, который поддерживал компанию. То есть удалось выйти на людей, которые готовы были действительно поддержать проект. Может быть, у этих людей было не так уж много, но люди действительно ратовали за проект. Девушки не только профинансировали свой замечательный фильм, но также они привлекли огромное внимание к проекту. И таким образом люди, которые поддерживали фильм, стали выделять дотации и финансировать этот детский дом, который они основали. Это вот конкретный случай, когда удалось выйти на определенное сообщество не только в Греции, но и греческое сообщество в Соединенных Штатах Америки. Посмотрим, может быть, есть какие-то вопросы уже? Есть ли ко мне вопросы? Я хотел бы узнать, что имеется в виду при условии «цель достигнута». Я имею в виду, что вы, вот, например, устанавливаете конкретную четкую цель. Вот здесь цель составляла 45 тысяч долларов. Это цель, которую необходимо оговорить, когда вы только начинаете... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!